жара и ненависть в лас-вегасе здорово пацаны приехал сегодня на дачу погодка сегодня вообще ураган сегодня хоть не жара 31 градус а сегодня плюс 25 и поэтому очень приятно отдыхать яблоки у меня тут уже созревают там сливы и вишни уже закончили смородина клубника огромная бахча арбузов покажу потом тут как всегда хорошо шел шел нашел такую штуку вот кто в детстве гудрон грыз вероятнее всего что многие из вас грызли гудрон но не грызли жевали за место жевачек и вот я короче нашел такую фичу это сливовая смола сливовый клей ну или смола смола образуется в связи с порезами деревьев и они типа так заживляют свои раны давным давно когда не было всяких антибиотиков ну и прочих лекарств на руси заживляли раны вот этой штукой вот она такая тягучая но сейчас она подсохла на солнце вот ей можно брать когда наклейка и замазывать раны действует лучше чем подорожник также можно этой штукой лечить конъюнктивит но чтоб лечить конъюнктивит надо вот эту смолу отрывать тут короче говоря потом настаивать в горячей кипяченой воде и размер когда она там раствориться ложите на воспаленные веки ну то есть делать компресс компресс нужно держать 20 минут до полного исчезновения покраснения век а еще можно лечить вот этой великолепной смолой стоматит берете по такому же принципу делайте настойку и получите рот но я так предполагаю что из этой смолы можно сделать целительную настойку по типу боярышника также размешать в спирту соблюсти данные пропорции ну градус тоже что был нормальной все это размешать и для профилактики желудка применять вовнутрь попробую на на вкус вкус и никакого нет чуть-чуть такой кисловатенький вкус ну за место жвачки можно использовать стопудово говорят что самая крутая смола из абрикосовых деревьев она вообще сладкая ее прям можно сожрать очень много берешь и жрешь оздоравливаешься и помните это вам не муравьиные жопки сосать хочу я проверить один дичайший лайфхак который показывали модные бушкрафтеры вот хочу я проверить хотя я уже как-то проверял его но это было очень давно до всяких бушкрафтеров но короче фича в том чтобы разжечь костер с помощью чипсов но когда-то давно когда еще служил в армаде мне в руки попадались китайские печенья вот они очень хорошо горели и мы тоже разжигали костры китайскими печеньями парни и так мы имеем не 3d чипсы опять до чипсы чипсы будущего сметанный лук я вот тут как истинный бушкрафтер сложил палочки форме колодца и сейчас у нас все должно возгореться сначала попробуем на вкус чипсы вот такие подушечки в меру соленая сметанный лук не ощущается можно конечно попробовать разжечь костер с помощью лупы но здесь деревья и должного солнца не будет полная брехня мне кажется чипсы блять горят смотри причем горят довольно таки неплохо горят ну неизвестно смогут ли они разжечь наш славный колодец то есть чипсы можно из про использовать как растопку довольно таки неплохо горят сейчас вот просто если какую бумажку подкинуть сразу тут все вспыхнет все ураган лайфхак работает можно вообще не морочиться ни с какой горючкой просто тупо покупаете чипсы поджигаете не такое впечатление что не даже в дождь будет гореть жизнь муравьев под лупой лупа кстати хороша советская сссеровская бабушка оставила вот кстати с помощью вот этой лупы можно легко разжечь костер вот поймать ох ты бля через глаз не выжег твою мать вот ловишь солнце потом фокусируешь и разводишь костер но нас так как у нас есть шикарные чипсы нам это не надо поэтому берите тоже себе на вооружение каждый уважающий себя бушкрафтер должен иметь вот такую лупу пора обедать подготовил грибочки сосисочки костер из чипсов горит вообще сейчас я буду прижаривать или прижучивать неважно сейчас возьму свой монгольско-китайский веер и сделаю вот так итак пацаны сейчас мы проверим одну штуку тоже лайфхак типа да какой нафиг лайфхак просто хочу протестировать такие вещи которые продаются у нас в орле но практически в каждом магазине вот это спички длительного горения вот надо будет посмотреть что за спички длительного горения а вот это вот сухое горючее раньше было сухое горючее крутое сейчас не знаю надо смотреть спички очень интересные я такие-то спички вижу первый раз выглядят они вот так толстая спичка это я так понимаю какой-то этот самый дсп и обмакнули его короче в серу вот он типа должен поджечься и гореть очень долго ладно так достаем таблетку достаточно по идее одной таблетки сразу захватила и начал гореть так это у нас есть вот одна вторая еще есть у меня такая штука этой штуке лет двадцать она разлаживается вот так мы ее можно вот так вот подогнать под размер поставить она также стоит хорошо кружку поставить вот сюда и все прекрасно короче у вас место занимает немного отлично слаживается кружка старит осталось только попробовать как же у нас будет гореть это славное горючее и так вот здесь вот черкаш пробуем огонь дичайший загорелся спичка длительного горения наливаем воды кружку ну таблетка загорелась сколько она гореть будет непонятно вот пусть горит теперь до кипения как-то так ждем от парня я же говорил пять минут и все готово еще кружка не успела закипеть а у нас уже все уже все уже гуд смотрите красота какая как там любят все говорить ой а сейчас будем дегустировать сосиски чай уже начинает подкипячиваться чуть-чуть наверно скоро закипит пробуем сосиски до рекомендую сладкий чили соус сосиски прикольная хотя на свежем воздухе все прикольно подрумянины класс если кто скажет что я славика не позвал славик дома сидит переработал соукешина дача построил туалет душ какой-то сарай какие-то стал бы бетонировал короче уморился у катались ивку крутые горки так что он слежит теперь дома восстанавливаться комплекс витаминов пьет не помню точно как называть по-моему кардицепс так с грибами так по поводу грибов и так гриб 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 шампиньон гриб хорош кстати если кто-то читал книжку метро 2023 вообще в курсе за вселенную метро там люди чая индийского давно не видали и почему-то все время у них там когда они там чей заваривают они пьют грибной чай ну вот вода закипела закинули бы пакетированный чай вот думаю русскую здраву применить вот этот вот сок божественный со сливой туда шурануть прямо такой приятный вот этот смотрите видите русская здрава опа все вот теперь я вообще сила бодрость красота плюс хорошее настроение в древнем китае всегда придавали большое значение чайной процедуре и вот у нас тут такая тоже чайная процедура покажите пожалуйста у нас чай со сливовой здравой сейчас будет развит по нашим пиалам кстати вот эта штука показала себя самой лучшей стороны наливаться должна сначала попала веночке а теперь дабы провести ритуал надо пройти с этими стаканами по вашему саду и так пойдемте по саду все можно пить процедура процедура проведена класс но в общем парни дачный день мой закончился вот чайная процедура тут и сейчас надо уже валить отсюда на последний автобус дача это ни с чем не сравнимая каникель многие спрашивают зачем ты ездишь на дачу а вот зачем чайные процедуры проводить сосиски жарить и грибы хорошо класс костры я с детства разводить люблю где же костры то так поразводишь дома что квартире квартире газ горит на кухне синим цветком как цоль поет так что пацаны всем здоровья порядка в семье и отдыхайте очень радостно и энергично бодрости духа всем пока пацаны в семье н х Продолжение следует...